Инициатива правильная. Что бы я хотел еще добавить? Уважаемые коллеги, вот я возглавлял Рязанское региональное отделение ЛДПР 13 лет. И, наверное, многие из вас, кто принимал участие вот в этих выборах, в их организации, прекрасно знают, какая категория людей привлекается на выборы в органы местного управления. Это в основном люди, которые работают на общественных началах. Бюджеты очень скудные, денег на многие вопросы у них в сельской местности не хватает. И, как правило, туда идут действительно местные авторитетные люди, которые пользуются поддержкой избирателей без какой-то дополнительной полиграфии. Поэтому я думаю, что подобные нормы вносили, наверное, те, кто хотел трудоустроить бухгалтеров и нотариусов. Там больше бумажной волокиты, нежели сама суть вопроса. Вот, пользуясь случаем, я хотел бы обратить внимание профильных комитетов еще на один вопрос. Потому что при борьбе и противодействии коррупции, эта категория депутатов, которая, еще раз повторюсь, никаких, допустим, источников дополнительных доходов не могут иметь, из-за того, что они являются депутатами сельских территорий, обязаны ежегодно сдавать декларацию о доходах и расходах. То есть, по сути дела, те, допустим, учителя или почетные механизаторы, которые являются действующими фермерами либо фельдшерами, работают, получая небольшую заработную плату, при этом несут социальную дополнительную нагрузку, являясь депутатами. Они даже некоторые субботники своими силами проводят для того, чтобы благоустроить территорию из-за отсутствия средств в бюджетах. Они еще обязаны ежегодно подавать различные декларации, тоже дополнительная бумажная волокита. И многих людей просто-напросто это отталкивает желание участвовать в подобных выборах. Вот я курирую три региона, Липецкая, Тамбовская, Рязанская область, так у меня в совокупности около 10 тысяч только вакансий на выборы. И представьте себе, какой нужно подбор людей произвести, чтобы они выдвинулись, собрать огромное количество документов, чтобы они выиграли. И еще плюс им ежегодно, еще раз повторюсь, не получая никакой заработной платы на своих должностях, они обязаны сведения о доходах и декларации подавать. Поэтому я прошу профильные комитеты тоже обратить на этот вопрос. И что касаемо депутатов сельских территорий, возможно, целесообразно их освободить от этих деклараций, для того, чтобы не грузить их дополнительной бумажной волокитой. Спасибо.